Семейные легенды об истории города коренная видновчанка Антонина Мелехина помнит еще с детства. А вот сколько в них вымыслей и правды, смогла узнать только сейчас. Пешеходная экскурсия помогла найти ответы на давно волнующие вопросы. Очень нравится наша старая часть города. Это, безусловно, то, ради чего стоит сохранять ее, стоит жить здесь и, в принципе, любить свой родной город, из-за чего мне никуда не хочется уезжать. Я сюда некоторое время не жила в Видном и вернулась назад. Очень рада этому. Антонина – большая поклонница родного города. С удовольствием вспоминает времена, когда вместе с папой катались на горке и гуляли в парке. С горечью наблюдает за тем, как некоторые уголки Видного приходят в упадок. На нашем территории района есть усадьба Суханова, которая в безобразном состоянии находится. И вот ее очень жалко, потому что это интересные исторические места. И сама по себе усадьба, связанная с Волконскими, довольно интересная. И монастырь, который рядом находится, Екатериненский и Сухановка, тюрьма, которая там была. Это все исторические места, которые, безусловно, дали бы классный поток туристов. А вот Орядной Денисовой с сыном Егором в Видном живут всего 4 года. Переехали с семьей из Москвы. Высоко оценили хорошее расположение и необходимую инфраструктуру. Мы часто проходили мимо домов и парка, и всегда было интересно узнать историю. То есть, почему такая интересная архитектура. И вообще в городе, и такие небольшие дома. И как раз сегодня, когда мы увидели, что есть экскурсия, побежали быстро. Потому что, да, есть единственная такая возможность узнать про это еще и бесплатно. Сегодня что-то интересное узнал? Да, что вот, например, чем ниже дома, тем старее они. Интересно. А чем выше? Тем моложе. Во время увлекательной пешеходной экскурсии по старой части Видного жители узнали немало интересного о самом городе, районе, заводе. И о том, почему наши улицы носят именно эти названия. Например, на Садовой было сразу три дошкольных учреждения. Мы гордимся своим городом. И хотели бы вот эту любовь и гордость передать тем, кто приходит к нам на наши встречи, на наши выставки, на наши пешеходные экскурсии. Кто вообще посещает наш историко-культурный центр. Потому что мы занимаемся краеведением. И все, что касается краеведения, звучит и показывается в нашем историко-культурном центре. В рамках Дня открытых дверей по городу прошли сразу три пешеходных экскурсии. Все вызвали большой интерес у любителей полистет страницы истории. А вот тех, кто следит за развитием событий в новейшем периоде страны, привлекла фото-выставка оператора федерального канала Владимира Гриневича. Выставку уже посетило более 300 человек. Еще она будет работать две недели. Так что мы надеемся, что еще больше людей придут и ознакомятся с этой выставкой. Впечатления у людей разные. Многие плачут. Очень много отзывов трогательных, которые прямо до мурашек. Автор выставки сам провел экскурсии, ответил на все вопросы, что интересовали жители, гостей города Видное. А таковых было задано немало. Живой диалог продолжался довольно долго. Когда ты видишь страдания, когда ты сам слышишь, знаешь, эти обстрелы не понаслышке, когда ты сам можешь поваляться в пыли и слышать эти снаряды, прилеты, сознание человеческое очень кардинально меняется. Я, конечно, очень не хочу и всячески буду желать мира всем, и чтобы никто не слышал то, что слышал я. Но мне приходится хотя бы мыслями людям это показать. Я никогда не пропускаю ни одной выставки. Я такой человек. Хочу все видеть и знать. Поэтому я слежу за такими новыми всякими проявлениями в нашем районе. Выставка, ну что сказать про выставку? Конечно, горе, смерть и боль. В выставочных залах АКЦ переплетаются исторические эпохи и события. Выставляются бюсты выдающихся личностей, картины, фотографии, сделанные нашими современниками. Экспозиции меняются, но постоянной величиной остается интерес к родному городу и жителям, что ежедневно вписывают новые страницы в летопись всего округа. Калина Житкова, Александр Логинов, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok